всем привет вот надеюсь мне хватит зарядки батарейки чтобы немного побазарить сегодня на такую тему о которой меня спрашивал один из моих замечательных подписчиков НЗ насчет того жалею ли я что-то вообще и хотел бы что-то изменить из своего прошлого вот и тут я решил я как раз читаю книгу про которую в скором времени сделаю обзор когда читаю это одна из таких книг когда реально крутых когда читаешь и буквально хочется по ходу книги постоянно делать на нее обзоры потому что постоянно затрагиваются различные классные интересные волнующие темы на которые приходит много мыслей и вот там тоже была глава про то как одного человека одному человеку дали возможность летать в прошлое в прошлое в любой абсолютно день на пару часиков и там грубо говоря прожить их так как ты хочешь уже с учетом текущих знаний с текущими мозгами с текущим опытом просто просто вернуться в прошлое свое тело вот и я считаю что ты довольно сильно перекликается ну хочу во первых начать с того что о чем вообще есть ли что-то такое о чем я жалею что я не так сделал или неправильно сделал или не сделал вообще в прошлом знаете такое бывает довольно часто когда ты жалеешь о чем-то довольно часто я анализирую вообще ситуации надо бы вообще постоянно наверное это делать одновременно как-то не загоняясь на прошлом что может быть лучше было сделать так или лучше было бы сделать так и сначала кажется что блин вот жалеешь о чем-то вот нужно было что-то изменить нужно было по-другому поступить а через некоторое время если ты не мог это если это от тебя не зависело чаще всего через некоторое время ты понимаешь что все что не делается все к лучшему через некоторое время у меня вот я начинаю понимать что это даже хорошо что вот так вот произошло наверное единственные непоправимые какие-то моменты которых все равно продолжая жалеть это связаны с близкими когда ты что-то не сделал для своих близких или что-то сделал плохое то есть нагрубил поругался там со злостью что-то наговорил там еще что-то сделал как-то обидел и потом вот я дрался наверх когда обижал брательника своего в детстве ну когда совсем маленькие были у нас два года разница вот и сейчас я понимаю что все это глупости и это как бы уже из памяти стерлась и не принят не придаешь этому никакое значение никакого но все равно я я бы не хотел чтобы это было еще там различные ситуации есть конечно по некоторым соображениям я не буду рассказывать всего но по большому счету по большому счету я ни о чем не жалею я ни о чем не жалею и считаю что все было правильно таких каких-то глобальных ситуациях и скорее всего мне пришлось бы даже если бы не сделал так же я сделал так как как я сделал как я считал нужным на тот момент я этому рад единственное некоторые моменты бывали когда может быть которые всплывают у меня в памяти когда я бы поступил по-другому это те когда я скривил душой то есть сделал как-то не так сам с собой сам с собой заключил сделку решил что как-то пошел на поводу своей может быть это трусости где-то жадности где-то еще каких-то качеств и вполне возможно что мозгами то я понимаю что сделал правильно вот сердцем не всегда и знаете у меня в свое время был фильм один из любимых ну наверное любимый фильм был он сейчас один из моих любимых фильмов просто очень давно не смотрел как-то хочется не знаю сесть и пересмотреть это пожалуй вообще единственный фильм который я бы пересмотрел потому что я не люблю не перечитывать книги не пересматривать фильмы вот это день сурка день сурка я смотрел несколько раз и знаете он как день сурка у меня вот и сама идея фильм очень классная что ты можешь в одном и том же дне понимая что он не повлияет на твою жизнь последующую переначивать его каждый день проживать заново зная что вот это вот это произойдет и по-другому все делая с одними и теми же людьми ставя различные эксперименты по-новому проживая этот день и знаете вот сейчас через некоторое время я стал понимать что по идее у меня каждый день день сурка я каждый день делаю в принципе одни и те же дела сейчас даже время как-то становилось у меня возраст такой что время остановилась и в принципе все одинаково каждый день такой же как и вчерашний в принципе такой же и практически ничего не меняется и ловлю себя на мысли что почему бы сейчас не жить как в дне сурка когда ты каждый день стараешься сделать одно и то же но лучше зная что вот это будет вот так вот так и сделать сегодня еще лучше сделать это по-другому единственное чего не хватает это вот такой такого ощущения как в игре знаете когда в нет фаспит играет играешь едешь куда-то и ты понимаешь что если ты сейчас врежешься там даже в столб то ничего страшного тут же появишься на этой же прекрасной новой машине рядышком и снова также поедешь я буду хотел также может быть возвращаться в прошлое и там ставить эксперименты думаю что а вот если бы там я например там с ней-то с ней-то не ходил вокруг да около а сразу бы за сиську взял грубо говоря это так конечно утрированная извиняюсь перед дамами которые может будут не осмотреть или там не договорился с этим с тем-то неприятным типом а сразу зарядил бы ему в лоб а лучше бы напинал еще куда куда куда-нибудь и посмотреть что из этого выйдет вот и знать что ты проснешься завтра утром и там может быть там не знаю схватил топор и начал рубить хардкор а потом утром проснулся и никаких последствий а ты снова оказался в последующей жизни или вот так возвращаться в прошлое и делать какие-то вещи и просто смотреть чтобы вышло как бы жизнь поменялась как бы какие-то потому что часто часто бывает что тысяч думаешь про прошедшие события и думаешь блин поди вот сделай я так-то так то и было бы вот по-другому совсем или скорее всего вот он или она повели бы себя вот таким то образом вот неизвестно ты же не можешь прожить несколько жизней чтобы это понять вот вот такие моменты бывают жалею о прошлом когда хочется что-то переиграть я не буду говорю касаться каких-то таких очень важных вещей потому что по разным причинам я не настало время еще когда я могу о них спокойно рассказывать вам вот но всеобщего обозрения какие-то вещи которые для них они может быть на самом деле не важны и и вам на них насрать и всему моему окружению насрать но лично мне может быть эти вещи лично для меня как-то что-то играют значение я сам перед собой не готов еще их открывать и как-то озвучивать расскажу так на таком простом вообще примере как вот ездил я как-то в чебоксары я туда несколько раз ездил очень нравится мне городок и в основе ездил то в командировке по делам один и тут как-то раз поехал я не 11 целой делегацией я там по своим делам там договоренности некоторые можно было мне заключать очень важный такой договор нужно было пробить в конце концов важно для всей организации и тому подобных и поехал я водил еще был у нас который нас всех туда и повез на служебном машине ну водитель чего вообще миссия проста привез гуляй вася увез и самое главное привезти нормально быстро и увезти а все остальное время в принципе свободный человек вообще такая каста водителей садок свободолюбивые люди сами по себе вот они только он и дорога в принципе вот и с двумя типами такими веселыми классными ребятами тренерами они были тренера по один по личностному росту другом другой по продукту ну короче должны в плане психологии уверенности ну там многие других вещей учить людей короче давать форум вот ну и прекрасно мы приехали вечером в город чебоксары классно там они все отвели у меня основные переговоры вся миссия на следующий день то есть вот сегодня вечером привели а у них тоже были важные дела но сегодня они тоже половину дел закончили и вот пошли мы гудеть сначала значит там с нашими партнерами скажем так вот с кем работали пошли там ресторан там начали гудеть потом уже сами по себе вроде как гостиницу начали гудеть в гостинице потом из гостиницы еще от нас что-то в 3 часа ночи понесло в какой-то клубешник чем в чебоксарах особых среди недели тем более в 3 часа ночи ну только уж совсем в гоповские забегаловы какие-то ехать поехали куда-то вообще на другой конец города город сам по себе не знаем только я там более-менее ориентировался в силу работы приехали ну все нормально вроде клуб то да все гудим там сидим что-то так да сяк но вот чувствовал я что добром это не кончится вот и смотрю что начинаются какие-то терки то есть один из этих супер тренеров не за пришел по упражняться то ли еще он с каким-то бычьем в общем там завязался растягивать не буду короче начали они там вроде сначала интересно нас четверо вроде друг за друга стоим так да сяк трутся трутся и тут я понимаю что тех-то типов практически весь клуб человек 50 наверное реально прям вот каждый практически вот и каждый бычьё и все смотрят на нас уже там и зубы точат и все такое и все и там и охранники то я не знаю то ли заодно с ними то ли не заодно то ли они просто видят что практически вот это вот вся основная масса мужского населения клуба это какая-то одна здоровая компания и им проще вот на одного человека выместить злобу короче вот это одного из водилу в итоге почему-то как-то так у них вся злоба сконцентрировалась на водиле хотя за водилами были зачинщиками были супер тренера веселенькие вот короче там охрана хватает этого водила нашего пытается вытащить его вывернуть вообще одного выкинуть за клуб чтобы все а те уже прямо ну и короче там прямо вот это вот непонятно что происходит мы пытаемся пытаемся что-то как-то договориться разрулить в итоге чем все заканчивается в итоге я как практически трезвый и здравомыслящий человек понимая что завтра у меня важнейший переговор и вся фигня и понимая что тут пахнет прошу прощения пиздецом их организую по-тихому вызываю такси вылавливаю всех этих четверых ну а чё это четверых вылавливать если в окружении просто мы как-то медленно выдавливаем ну с терками с базарами с каким-то медленно выдавливают нас на улицу чтобы вывести короче каким-то чудом удается мне всех их усадить в такси в машину от тех отмазаться сесть и уже сидя в такси там еще куртки наши каким-то образом там одного я там заслал куртки вытаскивай сидя в такси мы видим как вся эта толпень народу каким-то образом выявили еще каких-то там не за одинокого одного двоих там каких-то типов ну как-то видим как это бывает чем пьяный бычьё плечом задели там еще что-то короче месиво там было просто я в шоке из такси смотрели какой-то человек пятьдесят наверно то есть там одного или двух бедолаг там ментовка в общем полиция приехала там еще что-то вот мне же удалось всех этих голубчиков посадить и ввести эту добру по добру по здорово все чувствовали себя паршиво паршиво и очень стрёмно потом эти все спали в следующий весь день я поспал два часика и через два часика поехал договариваться ну и ладно там по работе и по работе у меня все как бы все получилось и как бы и по уму то я сделал все правильно но такое знаете паршивые вонючие чувства что очень хотелось ну я не знаю подраться с ними со всеми и все время такое ощущение а что было бы если бы мы начали понятно что нас бы там просто-напросто инвалидами могли оставить и по уму то все сделано верно но вот такое вот чувство не знаю тестостерон что ли и какое-то мерзкое ощущение короче осталось что мы все-таки как-то срулили оттуда и не подрались там с ними со всеми и что как-то струсили что ли как-то ну хотя ну по факту то там это мозгами я я говорю я был можно сказать трезвый человек и трезво оценивал ситуацию и понимал что блин это вообще добро мне кончится я думаю что там тот тип на котором выместила злобу толпа бычья вот этого полюбом на и она уехал в больницу оттуда и все по уму получилось но есть некоторые такое сомнение что а как было бы интересно взять это и переиграть как в дне сурка или вот так вот раз возвратился на прошлое натворил там делов посмотрел что и как поэкспериментировал и потом вернулся в обычную жизнь и думаешь ага вот так или так ну в принципе все по поводу того что о чем я жалею ни о чем я не жалею все здорово я говорю даже бывает если жалеешь о чем-то через не самое главное если ты согласен с тем со своим внутренним убеждениями со своими мыслями о морали и о чести о совести о достоинстве вместе считая что сделал все правильно то никогда ни о чем не жалеешь я жалею наверное о том что чего-то не сделал что там в какую-то ночь не пошел гудеть не пошел гулять по улицам не пошел там еще что-то делать что не попытался чего-то достигнуть не попытался сделать то что хотелось бы сделать я много в разных где попало короче художку то я художки рисовал и на концертах то я бацал и народ под меня колбасился и и дрался в свое время довольно много в школе и как бы с девчонками как-то весело было интересно и всегда как бы нехватки в этом плане у меня никакого не было вот но все таки жизнь она одна и вполне возможно что я жалею не о том что что-то сделал о том чего это не что чего-то не сделал что в какой-то момент может быть решил приостановиться и не попробовать только лишь об этом я жалею ладно всем пока чтобы не жалеть делайте то что вам хочется старайтесь из вашего времени по максимуму взять возможного от своей жизни и не делайте зла каким-то близким и родным людям потому что зло причиненное близким и родным людям мы это единственное о чем в последующем человек жалеет и понимает что это было сделано зря ладно батарейка села я бы еще побазарил о том о сем ерунды наговорил давайте всем пока всего хорошего а